всем привет привет сегодня мне захотелось снять видео о фаворитах потому что я не снимала давно такого рода видео еще в этом видео я покажу несколько покупок которые совершила в японии я вообще если честно хотела снять отдельное видео о покупках японии но почти все свои новинки я оставила у мамы дома поэтому я решила объединить видео фавориты и покупки в общем быстренько сейчас поделюсь с вами своим мнением хочу вам показать очень хорошее средство профессиональное от фирмы лореаль это масло для волос девчонки это масло жемчужина моей коллекции выходе за волосами последнее время для тех кто хочет отрасти длинные волосы это идеальный продукт всем советую его это масло мне посоветовал один стилист в алматы и сказал что на этом масле работают очень много мастеров салона мои волосы конечно нуждается в каком-либо масле потому что расчесать их на самом деле очень сложно очень нравится расческа тенгл тизер когда-то я говорила они что они не прочесывают густые волосы что зубья очень короткие но на самом деле я наловчилась как говорится до расчесывать этой расческой свои волосы после каждого мытья расческа предназначена именно для расчесывания влажных мокрых волос девчонки еще хотела поделиться с вами ходом для лица который у меня уже закончился это фирма gg помните когда-то давным-давно я ходила в алматы в салон они делали мне чистку в общем тогда я приобрела крем ночной дневной для лица и умывалку крем ночной дневной из серии биоплазма серия биоплазма основана на натуральных ингредиентах текстура очень прият после него потрясающее ощущение на коже дательный и сейчас на зиму это будет идеальный вариант девчонки тем более сейчас воздух сухой в квартиру и умывание для лица тоже невероятно классно экономично расходуется потому что достаточно всего горошину чтобы умыться запах очень приятный здесь содержится 2 процента солициловой кислоты в общем сначала я снимаю полностью весь макияж с лица а потом уж только я умываюсь вот этим средством утром и вечером утром я умываюсь им когда проснусь и затем наношу свой уход на лицо и вечером перед сном после того как снимаю всю косметику я опять умываюсь этим средством снимать себя излишки там жиры и так далее по поводу моей помады которые сейчас у меня на губах вы постоянно в инстаграме спрашиваете что за помада всем она нравится эта фирма estee lauder цвет 450 insolent плюс дальше продолжить тему помад я показывала помаду фирмы буржуа в тоже своих фаворитах помада матовая цвета фуксии сук очень красиво смотрится на губах конечно немного подсушивают губки еще девчонки покажу вам очень классную помаду губ для щек чаби стик от клиник тюбик очень такой толстый стильный прикольные помаду вот так выкручивается если мне лень носить макияж просто нужно куда-то выйти я наношу вот просто на щечки на губки пальчиками растираю получается естественный румянец на самом деле мне 5 таких стиков но больше всего мне нравится именно вот этот оттенок подходит под мой цитотип просто идеально номер 04 вот эту подводку от фирмы коттэ вроде ли кейт вроде кейт ну почему-то я у давным-давно называют у фирму коттэ привыкла уже мне мама говорит это японская фирма вам играет еще это кейт в общем это кейт или коттэ и это очень классная подводка которая пользуюсь уже года два вот знаете девчонки сколько бы я подводок не перепробовала это на самом деле очень классная черная подводка которую удобно наносить стрелки можно сделать очень тонкую линию можно сделать потолще стрелки в данный момент я сделала стрелки именно благодаря этой подводки я ее очень очень сильно люблю японцы очень любят пользоваться каплями для глаз мама посоветовала мне тоже приобрести японии именно капли для глаз потому что я часто сижу за компьютером у меня очень быстро краснеют устают глаза конечно же японские капельки для глаз пользуются огромной популярностью по всему миру их заказывают постоянно покупают люди те кто часто за рулем за компьютером практически все капельки идут с витаминами для глаз единственный конечно неприятный момент который я заметила что эти капли просто действует как будто какой-то холодок на глаза когда я закапываю один глаз у меня начинает жуткая печь и такое впечатление что у меня сейчас глаз замерзнет я не могу закапать из-за этого второй глаз я жду когда у меня это все пройдет этот эффект когда проходит и начинаю закапывать второй глаз длится это буквально секунд 10-15 вот это жжение неприятное даже может быть прослезитесь немножко но зато после этого ваши глазки чувствуют себя превосходно неважно какая будет фирма вот вот это который у меня там это недорогие абсолютно там стоили они в японии буквально по моему 300 йен это 600 тенге на наши деньги это нормальные вообще цены абсолютно адекватно есть у них такие капли подороже подешевле но разницы практически никакой очень мне понравилась тушь от фирмы estelauder для объема действительно хорошая тушь тоже сейчас она на моих глаз очень она мне нравится жалко что она заканчивается уже следующая покупка и фаворит из японии это опять же тени для бровей от фирмы кейт велико ты очень удобно с собой перевозить ее потому что она маленькая ну посмотрите по сравнению с рукой какая она здесь три оттенка я не поняла для чего нужен вот этот серо-белый оттенок потому что но он действительно не подходит чтобы высветлять даже бровь но вот эти два цвета они просто великолепные я заполняю ими брови и мне очень нравится вот этот оттенок особенно самый темный иногда когда я делаю более такой дневной макияж я использую цвет который находится посерединке кисточка конечно мне которая находится здесь палетки не очень нравится что она грубая в общем я наношу эти тени кисточкой от фирмы маг 208 это тоже мой фаворит потому что этой кисточкой идеально наносить тени на брови потому что она тоненькая маленькая и делать какие-то маневры там изгибы очень удобно эта кисточка она делает тоненькую полосочку тоже тушует хорошо пока я находилась японии я пила коллаген и плаценту в банках продается она практически везде недорого об этом я рассказывала тоже в своем инстаграме вам и показывала но когда я уезжала из японии я решила приобрести эти таблетки уже в таком виде виде таблеток потому что банки ввести свой это непрактично они очень тяжелые могут пробиться и нужно их очень много одна банка на один день поэтому я купила коллаген и плаценту в таблеточках на самом деле по поводу коллагена и плацента очень много поступило разных вопросов в не вредно ли нет ли привыкания то есть не рано ли ты начала пить но на самом деле японки они пьют практически наверно с 15 из 20 лет уже вот эти продукты на самом деле японки постоянно употребляют коллаген своей пищи у них очень много рыбы которая содержит себе очень много коллагена она прям такая слизистая не и практически каждый день видят с детства поэтому у них такая хорошая кожа там еще плюс много факторов других играют почему они так хорошо выглядят японки но именно кожей волосы и хорошем состоянии но и конечно же большую роль играет то что они часто употребляют коллаген буду заканчивать с видео фаворитах надеюсь вам понравилось это видео если да то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях какие фавориты были у вас в этом месяце очень интересно почитать в общем все спасибо за внимание пока пока а